Ну вот, мне кажется, мы уже читали с вами вот этот «Вам Агне Твашта», да? В прошлый раз мы это делали уже. Ну вот такой стих. Ещё раз я по нём пройдусь. «Твам Агне Твашта видгаты сувириям, Тавагна Вахми трамагах саджатиям, Твам Ашугема Раришей Суашвиям, Твам Нарам Шардохо Аси Пуру Васух». Ты, огонь, есть Ваштар, который для того, кто почитает тебя, является совершенной силой. Твои энергии слова о великий, о дружественный великий свет и твои, так сказать, твоё, как шибиндо переводит, единство естественного свойства всех вещей. То есть всё, что здесь рождено вместе, всё принадлежит тебе о величии божественного сознания, Митрамагах. Тувам Ашугема Рариши Суашвиям. Ты ретил из кокуна Ашугема, и щедро расточаешь добрую силу коня. Рариши щедро даришь во все стороны. Суашвиям. Вот эту совершенную силу продвижения вперёд. Вот эту скорость своего продвижения. Ты всем щедро даришь. Сам, будучи ретивым скакуном, тот, который продвигается вперёд быстро, ты даришь свою быстроту совершенную всем. Тувам Нарам Шардах. Ты есть сон богов, или сон всех душ, вовлечённых в этой манифестации. Пуру Васух. И твоё есть великое богатство. Пуру Васух. То есть богатство светоносное, которое вовлечено в этой манифестации, которое разброшено повсюду. Это ты. Если мы посмотрим на космос, то мы увидим это богатство Агни во всех созвездиях, галактиках. Вот это он везде. Пуру Васух. Пуру означает во многих местах. Васу – светоносное богатство. Шри Воробинда переводит Васу, интересная фраза, как богатство вовлечённое, в манифестации. То, что пребывает здесь. То есть вовлечённый свет. «Luminous dweller within the substance». Вот как он переводит Васу. То есть светоносный обыватель в материальной субстанции. Или просто в субстанции. Тот, который даёт ему жизнь. Вот материи. Это он. Он пребывает и в атоме, и в органической, и неорганической материи. И всему даёт жизнь и свет. Ну вот, следующий стих. Возьмём шестой. «Ту вам Агни Рудру Асуру Магодибах. Ту вам Шардго Марутам Прыкша Ишишэ. Ту вам Вата Их Аруна Их Яси Шамгаях. Ту вам Пушави Дхатах Паси Ну Тмана». Ну, то есть ты являешься Рудрой и Асурой. То есть могущественный обитатель, как переводит Шри Рубинда. Елизаренко оставляет Асура Великого Неба. Я не очень много говорю об этих богах в этот раз. Хотя можно было бы о каждом из них рассказать целое... провести целое занятие. А может и несколько. Каждого из этих богов. Рудра, Маруты, да. Там Тваштар, Тваштар целая история. Да, но мы обязательно как бы постепенно раскроем вот эти все темы. Этот гимн, он как бы очерчивает всю ведийскую мифологию. То есть Агни сравнивается с каждым из богов. То есть ты есть Рудра у Агни. Это есть Шива сам, тот, который божественный, который поддерживает всю природу изнутри. И поэтому он сравнивал со спору васух, то есть с обитателем внутри субстанции. Это светоносный обитатель внутри субстанции. И, конечно, оно все имеет смысл. Почему так говорится об Агни? Потому что все эти боги, все божественные силы сознания являются в этой манифестации через Него. Нет другого хода для них. У них нет другого способа явить себя, проявить себя в этом мире. И, конечно, Огонь для них является, собственно, их местом рождения. Он их всех порождает. Он является их отцом всех этих божеств. И их сыном. И их посланником сюда. И их ртом, который вкушает все жертвоприношения здесь. И их языком, который являет все свои послания, интенции божественные здесь. То есть он является этим входом для всех божественных сил сюда. порталом, через который все проходит. Обмен духовных и материальных сил. И в этом смысле, конечно, это очень комплексное видение огня. То есть ты есть Рудра, Асура. Великий Асура великого неба. Асура в Ригведе не имеет значения Асуричного, как и в послеведийский период. И в послеведийский период, заметьте, Асура будет с долгим У, а здесь краткий У, Асура. То есть Асуры, которые демоны, как бы с долгим У, Асура. Так вот эти Асуры, это Асура, без света, без солнца. А этот Асура, с кратким У, это от корня Ас Быть. И Асура – это сила жизни. То есть тот, а суффикс Ра – это суффикс обладателя. Тот, у которого есть сила Быть. То есть он может быть, у него сила жизни. Рудра, он тоже является как бы божественным, которое поднимается снизу. То есть это то, почему позже Агни считается его сыном, потому что Агни является, собственно, проявлением вовлеченной божественности в природу. И, так сказать, Рудра есть его отец. Тот, у которого сила Бытия Великого Неба. То есть Великое Небо каким-то образом вовлечено в природу и поддерживает всю природу изнутри. Ты есть сон Шардхас Марутам. Всех Марутов. Движение вот этих Life Gods, как Шиубинда переводит, или наших ментальных энергий. И владеешь всем, что смешано в этом мире Прыкша. То есть, как Шиубинда переводит, всем, что вызывает желание. Очень интересная мысль, потому что я никогда не думал, что Прыкша – это то, что вызывает желание. Как смешение цветов, смешение красок, смешение форм, как раз и является тем, что вызывает желание. Если бы этого смешения не было, то не было бы и желания. Желание вызывается разностью форм и цветов, качеств. Вот это смешение вызывает, так сказать, движение к добавочной Ананде. Тувам ватаих, арунах яси, шамгаях. Ты путешествуешь на зорево-красных ветрах, на таких алых ветрах, дословно. Яси, ты движешься, которые тебя несут. И тебе принадлежит дом блаженства, шамгаях. Елизаренкова переводит шамгаях благословение домашнему очагу. Ты взмываешь алыми ветрами, вот как она переводит. Ты ватаих, арунах яси, ты идешь, дословно, ты движешься с помощью этих алых ветров. Тувам пуша, видатах яси, нутмана. Ты есть пуша, и ты защищаешь или охраняешь почитающих тебя, видатах паси, самим собой, тмана. Пушан тоже ведийское божество. Это от корня пуш, так сказать, пышнеть, русское слово. Становиться пышным, то есть разрастаться. То есть это тот, который растет, это Бог Солнца, который изнутри материи, воплощенный в этой природе, разрастается в ней. То есть это уже какая-то стадия реализации божественного, которая связана с материальным преобразованием. То есть ты являешься пушиным, Богом Солнца, который растет здесь, в этой манифестации, своим существом, своим телом, тмана. Ты поддерживаешь его, или хранишь его, или ведешь, или защищаешь паси. Дословно, ты наполняешь его своим телом, тех, которые тебя почитают. Как пушин, как Бог Солнца, который расцветает в этой манифестации. Отсюда и пушпа. Интересное слово пушпа. Цветок. Цветок расцветать, пышнеть. Все связано с одной идеей, вот этого распускания. Интересно, как все связано в санскрите. Все идеи в языке. То есть он на всех уровнях. На уровне, вовлеченным в природе, на ментальном, на витальном, и даже на физическом, как пуша. То есть на всех уровнях присутствует. Вот Елизаленко переводит так. Ты, о Агни Рудра, Асура Великого Неба. Ты, как толпа марутов, владеешь силой изобилия. Ты взмываешь алыми ветрами, неся благословение домашнему очагу. Ты, как пушин, защищаешь самим собой почитающих тебя. Ты, как пушин, защищаешь самим собой почитать. Такая реконструкция. О, огонь! Агне. Для того, кто проявляет готовность и в достаточной мере осуществляет деяния свои, арам крыте, ты податель сокровища, дравинадах. Дравину, дравинас, да, дающие сокровища. Дравина, это интересное слово, это то сокровище, которое нам нужно здесь реализовать. Это то, как бы, та вещь, дравина переводится как вещь, которую мы все ищем здесь, которую мы все хотим найти. То есть мы хотим воплощения божественного в материальную форму. Мы все ищем в материи именно божественного. Отсюда такое движение к материальному миру, такой интерес к материи, к этим всем вещам, к технологиям, ко всему. Мы постоянно ищем и надеемся найти в материи божественное. Мы строим дома, создаем какие-то новые формы, машины, какие-то мебели, какие-то одежды. Мы все время что-то создаем, все время в надежде, что мы найдем ту форму, то воплощение, которое будет перфектным, окончательным, которому больше не нужно будет ничего добавить, никак изменить. И все время движемся, все время меняем, потому что никогда не находим его в полной мере. Вот это то дравина. И интересно, что дравина от корня дру течь, бежать. Это то, что все время течет, изменяется. Но это вещь. Вот эту вещь мы все ищем. И она часто проходит здесь, в Ригведе, красной нитью этой Ириши в поиске вот этой дравины. Они, собственно, призвали, они, собственно, был создан этот мир. И он, Агни, есть дающий эту реализацию духов в материи. То есть, в принципе, он может, как бы, создать это воплощение духов в материи. Он сам здесь присутствует в материи и может это реализовать. То есть, огонь. Для того, кто проявляет готовность, арам крытые, и в достаточной мере осуществляет деяния свои. Это все одно слово. Арам крыт. Тот, который делает все точно. Для того, кто делает все верно и достаточно, перфектно, арам крыт. Для него, арам крытые, ты даешь вот эту реализацию духов в материи. Тоже интересная вещь. Какая-то мысль новая. Если человек не полностью отдал себя этой реализации, отдал себя божественному, то такая реализация дровиной будет невозможной. То есть, арам крыт – это тот, который делает все именно для этого. И для него агни дает эту реализацию духов в материи. Твам девах, савитар, отнадга аси. Ты есть бог-савитар, который устанавливает богатство. Ратнадга. Шибинда переводит не богатство, а экстаза. Создатель экстаза. Founder of the ecstasy. Тот, который устанавливает блаженство. Бог-савитар интересен тем, что он представляет сурью, так сказать, наше супраментальное существование, в форме сознания, которое проникает в этот мир и привносит в него вот этот трансцендентальный мир блаженства, садчитананды. И это и есть ратна, на светоносное богатство блаженства. Он устанавливает его здесь, своим проникновением. Тувам-бхаго, нарепаты вассва-иши-ши. Ты есть Бхага. Трансцендентальный бог, а дитя блаженства. Бхага представляет Ананду, уровень, план сознания Ананды. Ты есть, это Ананда. О повелитель человека, нарепаты. Ты обладаешь вассва-иши-ши. Ты обладаешь вассу. Ты обладаешь вот этими светоносным обитателем субстанции. Ты есть обладатель светоносного обитателя субстанции. О повелитель человека, ты есть Ананда. Бхага. Твам-бхаюх, дамы, ясты, а видат. Ты есть защитник или хранитель в доме. Дамы. В доме-дамы. Того ясты, а видат, кто почитает тебя своими деяниями. Давайте прочитаем Елизаренкову. Ты, Оагни, даритель имущества тому, кто служит тебе. Дравида. Дравина-дах, даритель имущества. Так переводит Елизаренкова. Она не видит в Дравина другого смысла, кроме имущества. Ты, бог-савитар, ты наделяешь сокровищами. Ты, как Бхага, у господин людей владеешь добром. Васвах иши-шивасу, для нее тоже добро. Ты защитник в доме того, кто почтил тебя. Интересно, что она переводит. Ты, как Бхага. Хотя здесь просто ты, Бхага. Это очень сложно перевести для человека, который мыслит все время метафорами. Что огонь – это и есть Бхага. Огни – это Бхага здесь. Здесь нету другой Бхаги. Бхага будет рождена огнем здесь. Через его рождение здесь придет Бхага. Через его рождение здесь придет защита, савитар. То есть все они, те светоносные божественные силы сознания рождаются здесь, в нем и через него. Он есть Бхага здесь. И вот это сложно понять. Лучше сказать, ты, как Бхага, как Бхага. Как будто бы Бхага здесь защитник людей. Вот восьмой стих. Ту-вам Акне, дама-а, вишпатим, вишах. Ту-вам Раджанам, сувидатрам ринджате. Ту-вам Вишвани, сувани капатьясе. Ту-вам Са-гасрани, шата-да-ша-прати. О Агне, люди обращаются к тебе, владыке человеческого существа, в его доме. Тебя, дословно, твам, о Агне, в доме-даме. А-вишпатим, вишах. А-ринджате. Это А, приставка к ринджате, которая в конце целой строчки. К тебе как бы идут, или к тебе льнут, или обращаются. Как вишпатим, как господину всех живущих здесь, всех народов, вишах. Все, которые здесь живут. Вот интересное слово виш. Виш отсюда, вайш я. Виш – это народ. Вишах – народы. Ну, это, скорее всего, от корня виш, той же формы, входить. Те, которые, всех тех, которые вошли сюда, ты являешься господином. То есть, идёт такой взгляд на всех существ, которые здесь живут, как пришедших сюда откуда-то, как душ, вошедших сюда, в эту манифестацию. Вот, ты являешься их господином. Тебя как царя, да? Или к тебе как к царю в сель приходят. Туам Раджанам, у которого совершенное знание. Сувидаторам. Тебя они коронуют. Переводит Шри Рабинда. Царя совершенного в знании. Тоже очень важный образ царя совершенного в знании. То есть, царь – это представитель кшатра. Кшатрия – он представитель силы, реализации. А корень Сувидатора, от корня Вид, который совершенно знает, это брахманическое, брахма-качество. То есть, соединение силы и знания – это является основным концептом Ригведы. Брахма и кшатрам должны идти вместе. Вот они здесь в нём сочетаются, в огне. Они почитают его или приходят к нему как к царю совершенного знания. Не просто брахман, которого нету силы, а царь, у которого есть знание. Царь, который может повелевать, который может решать вещи здесь с совершенным знанием. Тувам вишвани, Суани, Капат-Ясэ. О, крепкая сила огня. Так переводит Шри Рубинда. О, стронг форс, о фаея. Тувам вишвани, Суани, Капат-Ясэ. Ты господствуешь над всеми вещами. Капат-Ясэ, ты становишься господином всех вещей вишвани. Суаника можно перевести как крепкая сила огня или прекрасноликий. Суаника. Аника как лицо или ани, от корня ан дышать или иметь силу жизни. И вот Шри Рубинда переводит её как сила. О, крепкая Су. Сила аника. Тот, у которого есть мощь жизни. Совершенная сила жизни. А Елизавинка переводит как прекрасноликий. Потому что аника можно перевести как лицо тоже. Потому что лицо дышит, живёт. Твам сагасраниша, тадаша, прати. Ты движешься к тысячам, к сотням и к десяткам. Так переводит Шри Рубинда дословно. А Елизавинкова, ты всё равно, что тысячи и сотни десятки. Это чуть-чуть такой натянутый перевод, но она не могла по-другому перевести, потому что как-то сложно перевести. Здесь прати указывает на движение к. Шри Рубинда оставляет его именно так. Ты движешься к тысячам, сотням и десяткам. Что имеется в виду, сложно понять. Но здесь какая-то иерархия видна. Тысячи, сотни, десятки. Мы должны подумать, что имеется в виду. От тысяч до десяток, через сотни. То есть по одному нулю меньше, меньше и меньше. И везде как бы единица. Три ноля, единица, два ноля, единица, один ноль. То есть везде единица. Конечно, это символические числа здесь, которые имеют какое-то символическое значение полноты. Сагасра – это всегда полнота, бесконечность. Тысяча, сотня – это тоже имеет смысл полного набора всех возможностей. И Даша тоже. Но Даша уже относится, 10, относится к нашему творению, то есть нашим планам сознания. Есть Даша Агвы, Риши десяти лучей, которые воплощают полноту реализации в этом мире. То есть всех десяти уровней сознания. То есть девяти основных, трижды три, и десятый, который выходит за пределы, трижды три. Девяти. Вот это наш мир. Шата – это более великий мир. Это 49,1 с одной стороны весь набор. 7,1,7 – это 49. Это весь набор, да, всех возможных вариаций и реализаций в этом мире. И единица, которая их всех объединяет, создаёт 50 на одной стороне, и 50 такие же на другой стороне. Трансцендентальный мир. 7,1,7 – и единица их объединяющая. Так объясняет Шиорбинда сотню, как полноту трансцендентального и этого мира вместе взятых. И что-то в этом роде должно быть из тысячи, которую Шиорбинду не объясняет, но говорит, что тысяча представляет собой бесконечность, символ бесконечности. То есть, может, это какие-то ещё другие миры, другие вселенные, да, бесконечный набор галактик и так далее, которые выходят за рамки нашей манифестации. Ну, такая мысль об этих числах. Если у вас есть какие-то мысли, вы можете всегда поделиться. Ну, вот, девятый стих. Ту-вам-агне-питарам-ишти-бхих-нарах, Ту-вам-бхаратрайя-шамия-тану-ручан, Ту-вам-путробха-васи-ясти-авидхат, Ту-вам-сакха-сушевах-паси-адхарышах. О-агоню-агне-люди как к отцу поклоняются тебе своими жертвоприношениями. Нарах-ишти-бхих-питарам. Ишти-бхих своими жертвоприношениями. Нарах-люди-питарам-твам-как к отцу к тебе. А-видхат. Только во второй строчке появляется глагол. Тебя как отца почитает своими жертвоприношениями. Нарах-люди. Ну, это очень приблизительное слово. Нарах-как-люди. Это скорее наши души, да? То есть, геройские силы души почитают тебя своими жертвоприношениями как отца. Твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-твам-т То есть, тебя освещающего это пространство, эту протяженность пространства Шамия, так сказать, своей работой. Шами – это интересное слово. Это вот те два бруски, помните, о которых мы говорили, древесины, которыми добывается огонь. Считается, что он находится в древесине, в дереве, скрыт там. И вот этим деревом трения тебя добывает ради братства, чтобы побрататься с тобой, братрая, того, кто освещает это тело или эту протяженность пространства. Тувампутроба возиясты, авидат, и ты являешься сыном того, кто тебя почитает. Тувамсакха – ты есть друг сушевах, исполненный блаженства. Пази, адарышах, который оберегает от вражеских атак или сил. Вот заметьте, здесь весь набор, да, то есть всех возможных отношений – отец, брат, сын и друг. То есть огонь является отцом для душ, которые жертвуют ему. Он является братом для тех, которые трудятся или добывают его. Он является сыном для тех, которые почитают его. И он является другом блаженным, который защищает нас от атак. То есть здесь что-то интересное есть такое. Разница в наших, как бы, отношениях к нему. То есть у нас к нему могут быть самые разные отношения. Как к отцу, как к брату, сыну и другу. Кстати, эта форма проходит неоднократно в индийской литературе. В Бхагавадгите, например, Арджуна тоже обращается к Кришне именно так. То есть он упоминает его и как друга, и как учителя. То есть он одно и то же существо может быть в разных ипостасях. Такая, конечно, такая широта ума, такая широта от сознания, понимания вещей, конечно, нам сложно её ухватить. Она выходит за рамки наших ментальных способностей. Вроде это всё естественно, но с другой стороны очень сложно, как бы, удержать такое видение. Подняться к нему и остаться, как бы, на его уровне. Чтобы видеть все эти отношения одновременно. Ну вот, перейдём к десятому стиху. Ту-вам-агна-ребхух-а-ке-намаси-ах Ту-вам-важаси-а-кшуматах-рая-и-ши-ше Ту-вам-важаси-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху- Отказавшись от собственной воли. Это Шивобинда добавляет. Почитать, отказавшись от собственной воли. Near to us and to be worshipped with obeisance of surrender. Of surrender. Это наш переводчик не нашел лучшего слова, чем отказавшись от собственной воли. То есть, отдавая себя ему. Ты обладаешь властью над хранилищем полноты и богатств. Ваджас якшуматахараях, Ишиши. То есть, ты есть господин, Ишиши. Ты владеешь в раях сокровищами. И полнотой ваджас я силы. То есть, ты владеешь сокровищами знания и силы. Все широкое сияние твоего света и распространение горения для дара сокровища. Ты, дословно, светишь широко вибхаси. Ану дакши, так сказать, зажги, возгорись для раздачи даваны. Можно перевести не обязательно, как императив, можно тоже перевести как ты горишь ради, так сказать, раздачи ради того, чтобы дать дары даваны. Ты светишь широко и горишь, чтобы дать дары. Твам, Вишикшух. Ты есть... Вишикшух. Это от корня шаг, дезеративная основа. Ты как бы желаешь... Ты тот, кто приводит в действие, так переводит Елисаренкова, Вишикшух. Ты тот, который желаешь мощи. Ты желаешь распространить своё влияние. Ты тот, который ищет распространение своей силы. Тот, который растягивает жертву, распространяет жертвоприношение. Распространяет или растягивает в пространстве и во времени эту трансформацию природы. Ты наш наставник в мудрости и наш устроитель жертвоприношения. Корень Шикш, то есть это дезеративная основа, от шаг, можно также тот, который ищет или хочет силы или реализации, тот, который учит, наставляет. То есть ты наш наставник в мудрости. Тот, который ищет своего распространения, и поэтому он наставляет, наставник в мудрости. Интересно. То есть все эти смыслы связаны с корнем. Шак, который имеет отсюда шакти, сила, но в дезеративной основе, то есть желающей силы. Рыбу, тоже интересный крафтсмен или мастер. Есть три брата Рыбу, которые после Тваштара создали наши витальное, ментальное и надментальное существо. Если Тваштар был созидателем нашего физического тела, то есть нашего физического сознания, которое может удержать блаженство, или которое может удержать бессмертие, как сому, символически говорится о том, что Тваштар был тем, который создал первую ложку, ложку, ладью, которая могла удержать сому. А сома является как раз вот этим божественным блаженством или бессмертием. То есть появилась возможность удержать бессмертие в физической форме. И это, собственно, породило нашу органическую материю, одушевило материю. Материя смогла жить и воспроизводиться. Само воспроизведение материи, то есть то, что все растения и животные, и люди могут воспроизводиться, говорит о том, что сома, амброзия, бессмертие смогло удержаться в материи. То есть уже можно переродиться, уже можно продолжать свою жизнь в материи. Тваштар был тем, который создал первую вот эту возможность физического сознания удержать божественное. А Рыбгу последовали за ним. И вот эти три брата Рыбгу создали такую же возможность для удержания божественного бессмертия в витальном, ментальном и надментальном плане. И у нас появилась возможность, так сказать, божественной реализации на всех планах. Вот какие Рыбу. И они здесь отождествляются тоже с агни. И еще один стих возьмем и остановимся на этом. Тувам агни адитих дхи вода шуши. Тувам хутра бхарати вардхасе гира. Тувам ила шатахимаси дакшасе. Тувам вритраха васупатхе сарасвате. О божественный огонь. Он переводит божественный огонь, как о агни, о бог. Агни, дева. О бог. Дева, о агни. Агни. Ти адити. Ти являешься адити. Божественной Матерью. Агни. Неделимая Матерь. Дашуши. Для приносящего жертву. Дашух – это тот, который дает или который отдает себя. Для того, кто отдает себя, ты являешься божественной Матерью Агни. Ти бхарати. Голос подношения. И ты разрастаешься от слова. Бхарати связано с как раз вот эти три великие реки, о которых Шиобиндо говорит. С которого, кстати, и начиналась его ведийская йога, открытие Ригведы. Это были эти три реки, которые он видел в тонком плане. Бхарати, Ила и Сарасвати. Ила, Бхарати и Сарасвати, они идут в этом порядке. Маги тоже иногда. Другое имя для Бхарати. Ти, Бхарати, голос подношения. Готра. Голос подношения. И ты разрастаешься, Бхаргасы, от слова. Гир. Гир – это слово или голос. Глаз. Гир. Та же этимология, да? И голосом ты растёшь. Ты есть Ила. Сотни зим. Шатай и Маси. Мудрое в развлечении. Дакшасы, для развлечения ты есть. Сто зимняя или столетняя Ила. О, владыка сокровища, Васупаты. Ты, Сарасвати, твам Сарасвати, которые убивают змея врага. Врыд рога. Три ипостаси Божественной Матери, Бхарати, Ила и Сарасвати, они все связаны с Адити. Все они в одном стихе здесь. То есть, он есть Адити, он есть Бхарати, Ила и Сарасвати здесь. Эти три силы Шиубиндо описывает очень интересно. Мы, может быть, возьмём в следующий раз и почитаем целый пассаж о них, как он их определяет. Ила – это вот сила откровения. Бхарати или магии – сила божественного величия. То есть, собственно, божественная сила в своём распространении. И Сарасвати – это вдохновение. И Сарасвати – это сила слова. Ну, нужно почитать точно, как он говорит. Там очень интересные есть пассажи. Я найду. И с этого мы начнём в следующий раз. Посмотрим, как эти три силы связаны с Адити. Ну, хорошо. На этом мы тогда остановимся сегодня. И продолжим в следующий раз. И закончим в следующий раз этот гимн. Если есть у вас какие-нибудь ремарки, пожалуйста. Может, вопросы, чего-то не ясно. Вы здесь ещё или у вас уже нет? Да, Володя, я хочу спросить. Ты в начале лекции рассказывал про пушпо, то, что пушпо – цветок на санскрите. Я читал где-то у Лизаренковой, по-моему, что слово пушпо – цветок – появилось уже в поздние ведические времена, в классическом санскрите. А в ведийском такого слова просто не встречалось, и оно отсутствовало. Ну, так ну что теперь? Пушпо – это, в принципе, цветок, который появился позже, но корень-то один. А, угу. То есть я не говорю, что пушпо – это значение цветка. Я просто описываю значение пышнеть. Пышнеть – это открываться, то есть как бы расцветать. Вот это значение, как солнце расцветает в материи, очень хорошо подходит. Поэтому я использовал пушпо, в смысле, что это тоже тот же корень, как бы, или родственный ему корень, по крайней мере, да. А так как в санскрите все корни, как бы, очень интересно связаны с центральной идеей, как бы, идеей зерном, с звуком, то они очень близки по значениям. Да-да, пушпо – пушан. Есть шесть гимнов пушану в Ригведе, которые я перевел когда-то. Вообще я занимался этими солнечными гимнами довольно интенсивно. Все их перевел. Все гимны Сурии, Савитару, всем Адитьям, да, Адити и Адитьям и пушану. Пушан занимает какое-то особое место в этом, среди Адитьев. И он по варнам уже позже, в послеведийской периоде, относится как раз к варне шудр. Это тоже интересно. То есть к варне слуг. То есть солнце как слуга. Солнце как воплощение в материи. В Аполлоде, раз уж ты упомянул про шудр, скажи, пожалуйста, к асти дважды рожденных кто относится только брамины, а к шатри тоже считаются дважды рожденными или нет? Да, ну в смысле все три варны, кроме шудр, считались дважды рожденными. Но все это как бы поменялось со временем, и все сползло до того, что даже шудры сейчас считают себя дважды рожденными. То есть в современной Индии быть шудрой, это очень, так сказать, то есть нету сейчас такого, как было раньше. Шудры были не дважды рожденные, но сейчас они считаются дважды рожденными, а неприкасаемые все те, как бы, которые, чандалы и все, которые выходят за рамки этого института четырех варн, являются как бы не дважды рожденными. Но по самой этой изначальной парадигме, шудры были вне дважды рожденных, только первые три варны. И есть еще более такой консервативный взгляд, что только брахманы являются дважды рожденными, а все остальные нет. Но это уже реже, и такое найти почти невозможно сейчас. То есть это очень обширная литература, много тысяч лет, огромная территория, да? То есть можно найти все, что хочешь, если хочешь найти что-нибудь. Ры носят только брахманы, да? Что-что? Ры как знаки отличия. Нет, 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 не только брахманы, у каждого есть свой шнур, у кшатриев свои шнуры, их тоже посвящают, они тоже изучают литературу. Там интересно было распределение изучения знаний, сама структура распределения знаний была такова, что только брахманы могли изучать самхиты, да? Тексты, собственно, Ригведу, вот то, что мы сейчас читаем, это только брахманы. Кшатрии никогда не имели доступ к этому знанию, да? А потом на уровне кшатриев они изучали свои тексты, то есть тексты шастры там, как руководить, они же цари, собственно, да? Ройалтис, как руководить там государством, как править городом, страной и так далее, да? Как организовывать армии, то есть у них был весь набор своей документации, своих текстов, они тоже как бы этим занимались. И у них свое посвящение и свое изучение, свой шнур через свои мантры, свои учителя, то есть кшатрийство там жило тоже активно. И тоже с Вайшими та же самая система. То есть все эти три варны имели свой определенный набор текстов из своих учителей и свой образ как бы жизни. Очень отличался, да, от брахмана. Брахманы жили в отдельной комьюнити и изучали наизусть тексты. Кшатрии никогда тексты наизусть не изучали. Брахмачарин период, кстати, он тоже есть у кшатриев, но только не брахмачарий период, а свой период изучения. А брахмачарин – это тот, который следует ведам. Брахмачарин, да, который… Брахма здесь веда, кто изучает тексты. А потом, позже, брахмачарин означает тот, который дал обет безбрачия. Собственно, это уже второстепенное значение. Брахмачарин – это тот, кто изучает веды. И тогда, конечно, он не состоял в браке. После окончания этой ашрамы брахмачария он женился, и тогда этот период заканчивался. Поэтому брахмачарин ассоциировался с безбрачием. А это контекстуальное значение, да, брахмачарин? А основное его изучение – вед. Наговорил я много всего, да? Непонятно, что сказал. То есть мы все брахмачарии сейчас, потому что изучаем веды. Ну да, мы все брахмачарины в этом смысле. А позже, уже в послеведийский период, брахмачарин означает только одно – не жениться. И не только не жениться, а не иметь сексуальных отношений вообще-то. Вот что это означает позже. Но это никак не следует из слова самого, из самого значения изначально. А вот я не думал об этом, да. Может быть, даже так, как ты говоришь. Я думал все-таки, что это все-таки связано лишь с этим. Лишь... Ну, брахмачарин – это тот, у которого нет не только недействий, но нет и мыслей, и желаний, да. Брахмачарин – это тот, который чистый на ментальном, витальном и физическом плане. Это я думал об этом, да. Но чтобы он... Еще какие-то вещи были с этим связаны. Брахмачарин – это тот, который ведет себя определенным образом в другом аспекте, чем вот этом желании Камы. То я не думал еще. Надо подумать. Может быть, так и есть. Может, еще какие-то аспекты жизни включаются туда. По крайней мере, этого не видно из употребления этого слова. Хотя вот этот вот, как нам кажется, малый аспект сексуального отношения к жизни, как нам кажется таким незначительным, он является очень значительным. От него, как бы, произрастают все другие, да, происходят. То есть от этой... То есть сама сублимация этой силы Камы может породить много голов, да. Одну голову отрубила, десяток новых появилось, да. То есть Камы сама сублимируется и порождает много всяких движений, от которых нужно отказаться. То есть такие, как гнев, там, ревность, жадность и так далее. То есть у Камы есть много лиц. И в этом смысле Брахмачарин может иметь то значение более глубинное, да. То есть отказаться от Камы – это значит отказаться и от гнева, и от зависти, и от алчности и так далее. От агрессивности. То есть в этом смысле, конечно, ты права, наверное. Наверное, это имеется в виду. Володя, а я вот хотела спросить. Изначально гимны, они для каких-то определенных варн все-таки, да, писались и использовались. Там вот гимн, да, воспевание, восхваление, такая пафосность, да, состояние определенное сознание. Ну, то есть все-таки это, наверное, ну, вот какое-то практическое значение для определенной варны, да, даже. Ну, то есть для, я не знаю, для внутренней работы. Для Брахманов, да. Да, наверное, я помню. Ну, это немалая вещь, иметь целые сословия в обществе, да, то есть одну четвертую общество иметь, которое будет этим заниматься. Представляешь, что может случиться с таким обществом, если одна четвертая, то есть из 140 миллионов, так сказать, оно поделено на 4, 35 миллионов, да, будут этим заниматься. Это огромное влияние на само общество. И более того, они воспринимались как те, которые давали советы царям, да, они везде занимали свои позиции, у них было, к ним было уважение всего общества, да, к ним прислушивались то, что они каким-то образом руководили, да, все эти жрецы, васыштхи были во всех этих царственных семьях и руководили царями. Советовали им, как поступить, совершали действия, то есть им цари следовали. У них было знание, да. Тут как бы и вот это вот сравнение, не сравнение, но то есть аналогии Агни, там Рип, Рипху, Рипху, умелые руки, да, то есть кажется, что может быть все-таки это, ну то есть Агни о каких-то характеристиках психологических, человеческих, да, все-таки говорит о том, что, ну, в смысле, о развитии в себе каких-то качествах, и вот как это применить, вот, допустим, для других варн, или каким образом вот эта вот ступенька выстраивается совершенно. А, как выстраивалась связь этого знания к другим всем, к другой основе пирамиды. Да, да, да. Ну, вот так и выстраивалось, что, например, комментарии к ведам могли читать к шатрии, да, но не сами веды изучать, то есть они изучали об этом знании, как бы через литературу, которую я комментировал, через ритуальную литературу. К шатрии все время принимали участие в всех вот этих ведийских ритуалах, но сами мантры читать не могли, но знали и понимали, что происходит. То есть был какое-то перераспределение знаний, да, то есть в системе знаний, то есть самая высшая ступенька брахманы получали, как бы, свет сверху, это как бы, как голова, да, как это и сравнивается в Пуруша-Сукте, и четыре варны с четырьмя частями тела человека. Рот является брахманом, то есть верхняя часть голова, то, что говорит, являет интенцией духа, да, это брахман. К шатрии – это вот руки и плечи, да, то, что руководит и силой все удерживает, и расставляет на свои места, да, то есть правит. Ваиши – это бедра, которые производят, производители. Они производят блаженство и производят народ, отсюда виш-народ, да, то есть они породители, как бы, всего витального мира, как бы, участием витального мира в человечестве. И шудры – это ноги, которые, собственно, позволяют этому человеку двигаться, быть мобильным, то есть совершать все акции. То есть все эти четыре варны, они, собственно, создают полного или совершенного человека, да, то есть в его активностях. Если одна из варн страдает каким-то образом, то, конечно, все существо страдает. Безногий человек – это тоже человек, конечно. Глухонемой – это тоже человек, или безголовый, да, какая-нибудь, безрукий. Это тоже люди, они могут жить, да, могут выжить, но как? Как? Качество, конечно. То есть у нас в каком-то смысле в России сейчас человека что-то там ампутировали где-то. Оставили только ноги бегают, да. Просто у Шри Арабинда есть, да, пока не спасено все, не спасен никто, да. То есть получается, ноги должны быть тоже освещены каким-то образом, то есть этот свет высший, он должен туда тоже дойти, до этих ног, или они просто должны стать таким вот безвольным инструментом, который просто, ну, тупо выполняют волю высшего. Или, наверное, все-таки осветиться они должны. Да. Но вот как этот свет дойдет до ног, это вот просто такая загадка, совершенно непонятная. Просто каждый должен себе сочетать все четыре варные, тогда не будет проблем. Правильно. То есть создается новый человек, четырехварновый, то есть лично и смешал четыре варные в гейте, об этом он и сам говорит в первой главе, его спрашивает Арджуна, как же так ты смешал все варные, что теперь будет, мол, как мы узнаем, кто есть кто. Ведь узнавали, кто есть человек только по рождению, да. Если он родился в семье Брахманов, значит, он Брахман. Он не может быть другим, потому что ритуализм брахманический составил все так, что связь с потусторонним миром была хорошо определена. То есть с того мира можно было видеть, куда ты идешь, да. Я иду в семью Брахманов, потому что их ритуал создает ту вибрацию или ту, как бы, тот ритм, который хорошо узнается с того плана, да. И туда можно было точно попасть по адресу, да. То есть перепутать адреса. То есть ритуал создавал точный адресат, куда идти в душе. Если душа готова для брахманического опыта, то есть она уже выросла до этого уровня, то она родилась в брахманической семье. И все знали, ага, раз он родился там, значит, он Брахман. А раз он родился в кшатрии в семье, значит, это кшатрия пришел, а не кто-то другой. И вот когда Кришна смешал варны, он говорит, это в первой главе Арджи, если это и сейчас мы начнем все друг друга убивать, и женщины, так сказать, станут свободными, заметьте, женщины станут свободными, пойдут в разгул, да. То есть женщины, которые тоже варнически связаны. То есть есть женщины-брахманы, это не просто женщины вне каст, вне варн, они все тоже варнически связаны. Но если они начнут иметь отношение между разными вардами, и мы не будем знать, кто родился в какой семье, то все, конец системе. То есть мы разрушим мир, собственно, у нас не будет порядка, мы не будем знать, кто родился, в какой семье. Кто это, вот этот вот, у этой женщины родился здесь, да. Как мы можем знать? До сих пор мы знали порождение, а сейчас как мы узнаем? Никак не узнать. То есть можно прикинуться брахманом какому-нибудь шудре, что сейчас и делается. или прикинуться каким-то там великим руководителем, хотя человек совершенно заурядный, или более того, совершенно ни в какое дело туда не идет. И он себя выставляет как великий руководитель, какие-то слова говорит. Никто же уже ничего не знает, кто есть кто. Это об этом говорил Арджан, спрашивал Кришну. И Кришна ему ответил очень интересную вещь. Сейчас, говорит, каждый в своем сердце найдет меня Всевышнего. То есть сейчас уже не нужно эта система распределения знания варновая. А сейчас каждый найдет меня, Суприм, в своем сердце. Даже женщины, говорит, даже шудры найдут меня там. То есть мы должны искать сейчас вот это индивидуальным ходом, психического. То есть и реализовывать божественное через свой внутренний индивидуальный ход. То есть начинается индивидуальный век или субъективный век субъективизма, как говорит Широбинда, где каждый индивид имеет свои отношения с божественным. И вот это вот перераспределение структуры знания уже не нужна. И специально он это смешал на тиварны, чтобы появилась вот эта возможность, чтобы божественное смогло пробиться в другой форме. Вот это интересная мысль. Четырехварновый человек. Об этом говорит Широбинда. Мы должны быть брахманами в знании, кшатриями в силе, вайщими в наслаждении и шудрами в служении. Один и тот же человек должен быть всем этим. Это очень сложная задача. Для Индии это ужасно сложно. Они настолько привыкли, что это не моя проблема мусор выбросить из окна. Там есть кто-то подбежит и уберет. Настолько привыкли к этому четырехварному или многоварному делению, что для них это гораздо сложнее, чем для западного человека. Гораздо сложнее. На Западе человек универсален. Он сам делает свой дом, белит, красит, ремонтирует, учится. Тут же он все делает сам. В Индии это не так, к сожалению. Да и у нас раньше тоже не было так. То есть наша аристократия тоже там палец палец не ударит. Если вы помните этого в Тургеневском обломов. Да, обломов. Как он хвастался, что он вообще никогда себе даже ботинки не наделал, что-то там на себя одежду не надо. все время слуга на него одевал. Этим он хвастался. Это было вот такое варническое отношение. Он такой особый, потому что он никогда за собой посуду не помыл. Это естественно, когда крепостное право и человек общество было подельно. Да, да. И так строго как вы, но вообще пополам лица. Да, да, да. Может еще строже, чем в Индии, потому что крепостное право, крепостное вообще не имело никаких прав. В Индии хоть права были, у каждой варны есть свои права. И причем варны очень такие интересные, но если вы встретите людей низших варн, там каких-то уборщиков или там я не знаю, то каких-то которые там что-то делают, убивают там животных, то есть это низшие, самые низшие, чуть ли не прикасаемые варны, то они гордятся своим трудом, и они его не променяют за какие-то там другие вещи, им не нужны ваши брахманические там эти, они гордятся своим умением делать ту вещь, которая нужна социуму. без них социум завалится, то есть если там уборщики не выйдут на работу, то все мы пропадем, то есть все мы нужны оказывается, они это прекрасно понимают, если с ними поговорить, вы будете удивлены, как они будут к этому относиться, они будут очень горды своим трудом, своей варной, своей принадлежностью, то есть такой это типа того, что наши крепостные бы гордились тем, что они крепостные, но у нас такого не было, гордиться было мало чем. Сейчас их тоже важно существует, только они так не называются, и везде, и на Западе, и в России, и допустим, военные, ну да, ученые, и в их прибыль, туда просто так не длину, как бы по рождению было бы в большей части, ну и что называется по блату, так что Запад мухает в этом смысле, то есть ситуация на Западе ничуть не лучше, чем в Индии, просто это не системно такое, которая в Индии происходит. Правильно, правильно. Она также везде существует, и вот эта варновость, она всегда была, всегда были люди знания, люди силы, да, то, что мы называем военными сегодня, люди торговцы, которые всегда торговали, они всегда были, и слуги всегда были, то есть это запад лукавец в этом смысле, демократии, свобода. Ну, в смысле, с одной стороны, конечно. Это не лукавство, это не лукавство, мне кажется, у них такой естественный образ жизни. Я и мэр, я и на велосипеде, да, я там не эксплуатирую кого-то, сел на велосипед, не шел, да, конечно. Ну, почему показано, мне кажется, это просто выбор человека, мне так больше нравится. Я не могу сказать о другом, я думаю, что он ведет туда, в какой-то идее он побывает и попасть невозможно с другого по-моему. Ну, я сам здесь на Западе сейчас, я могу сравнить Индию, пожив 20 лет в Индии из здесь, как люди себя ведут. Я могу сказать, что это, конечно, огромное различие, то есть варническое мышление индийское, оно очень мощное, серьезно, серьезно оно влияет на все, что происходит в Индии. Конечно, все это меняется тоже в Индии самой, все, варны уже смешаны и выходов другого нет, отстроиться им не получится обратно, но все время эта тенденция отстроить варновые запреты, заборы существует, она существует везде, и на Западе, и в Индии, ты правильно говоришь, я согласен, что на Западе та же самая варновая система, ученых отдельно от военных, отдельно от торговцев, банкиров, все отдельно, да, если ты хочешь войти в эту систему, ты должен в ней жить, а лучше, чтобы твой отец и твой прадед были тоже в этой системе, тогда у тебя все легче пойдет, это правда, но все равно, то, что здесь происходит с индивидуальностью, это действительно multitasking, да, то, что называется, то есть ты должен делать все сам, то есть сам и это, и то, и все, то есть все ты знаешь везде, ну как и у нас в России тоже, все сам делаешь, правда, сам дом построил, сам побелил, сам покрасил, сам живу, и сам выращиваю, и тут же продаю, и покупаю, и учусь в то же самое время, вот у меня книжки тут прочитал, то есть вот это multitasking, это явление как бы важное, его нужно развивать, я думаю, что это будущее человека, да, чтобы он стал четырехварного, там была еще одна мысль интересная об этом, что как эти варны сейчас да, так чтобы стать совершенным человеком, да, как ты распределял знания, был вопрос, я на него до конца не ответил, то есть веды были для, то есть самгиты были для брахманов, для кшатриев это были уже тексты, которые комментируют на веды, а комментарии на комментарии шастры были для вайшев, а вот уже для шутр уже не было ничего, для шутр были пураны, то есть рассказы о, о чем читали люди, то есть басни, сказки, и вот эти все пураны, на пураны и техасы, история и рассказы о богах, которыми уповались, так сказать, и до сих пор уповается все население Индии, они смотрят эти фильмы о Раме, Сите, Магабарата, о Шиве, и вот они через рассказы, так сказать, приобщались к этому же знанию, но вот это переспределение знания было довольно важным удерживать, это собственно создавало структуру, сильную структуру социума, и как бы хорошую коммуникацию в этой пирамидной структуре, и когда она развалилась, ее Кришна развалил, кстати, то получилось сама Индия собственно ослабла и попала под влияние уже этих самых Моголов, а потом уже и англичан, и сейчас только освободилась, собственно говоря, Индия ослабла, когда разрушена была эта структура, и вот каким-то образом Индия хочет воссоздать все время пытается воссоздать эту структуру древнюю, которая давала ей силу и создавала ее великим государством, ведь Индия была абсолютно великим государством, те упоминания путешественников, которые из Китая там, которые приезжали, говорят, это было совершенно, и даже сами англичане, говорят, в Индии вы не найдете ни одного вульгарного человека, человека без знания, или человека ведущего себя как-то не по законам, нет, не было ни воровства, были честные люди, это было совсем другое государство. Потом, конечно, это все, ну, и помогли тоже испортиться западные, разделяя властвовали, англичане очень искусно разделили Индию, ввели межрелигиозные войны, ислам отравили против индуистов, хотя там было уже достаточно, чтобы это сделать, но все равно Индия могла толерировать любого, любую религию, и до сих пор может. англичане попытались и сделали что-то совсем другое. И это все, наверное, нужно для чего-то, то есть для какого-то нового взгляда на варны, нового взгляда на человека. Должна появиться новая дарма четырех варнового человека. Об этом говорит Шириубит. И это очень сложно сделать. у нас все время тенденция делать что-то одно. Если я человек знания, если я изучаю тексты, то я не буду косить траву или белить дом. Вот я занимаюсь текстами. С этих текстов я заработал какие-то деньги и пригласил кого-то, кто мне побелит дом. Кстати, это поощряется теперешним социумом. Вы заметили, наверное, да? То есть нас хотят держать в определенно недоразвитом виде. То есть если я специалист по белению, то вот и бели до конца дней своих все дома. Если ты специалист почему-то там физики, ну вот и занимайся физикой, не надо тебе белить, ходить, то есть тратить время. Сконцентрируй всю силу на одном. То есть общество современное, которое строится на индустриальном видении, то есть развитие на производство, требует вот этой вот нашей недоразвитости, одноварного стиль. Но что-то происходит с миром. Никто не хочет теперь быть только лишь чем-то одним. Либо музыкантом. Вот я музыкант и все. Никто не хочет быть лишь музыкантом. Все хотят и путешествовать, и понимать, и знать, и заниматься чем-то другим, и спортом. У всех появляется много разных занятий. И вот как, вот это, кстати, это тенденция к четырехвардовости. Володя, а у Пурани, по-моему, Шрия Робинга в беседе в одной про какого-то ученика говорили, что он только стихи пишет хорошо. Шрия Робинга на это ответил, что это замечательно, что хотя бы что-то он делает хорошо. Он говорит, разве этого мало? Это просто здорово, что человек что-то делает хорошо. Так что, ну, я-то вот, например, могу побелить, но как я побелю, это будет, конечно, из рук он плохо, если, нежели, допустим, это сделает человек, который этому обучался и уже какой-то приобрел навык. профессионализм тут должен присутствовать. Ты права, но в том-то вся и проблема этого перехода к четырехварному человеку, в этом-то и вся проблема, что специалисты, оказывается, они более, как бы, качественно выполнят это просто, да, мы-то все, наверное, можем что-то понемножку делать, да, в этом вся и проблема, а переход нужен и будет все равно совершаться, и в этом-то вся проблема, да, все смешение, варно, как раз в этом, что, мать, это тоже спрашивает Широбин, об этом, Широбин, она говорит, почему я, говорит, не могу добиться какого-то мастерства в одном, кстати, о той же теме, почему я не могу стать мастером, например, по картинам, по живописи, да, она рисовала очень хорошие картины, но, говорит, это все медиокр, то есть, это все такое, ну, ничего особенного в нем нет, да, почему я не могу этого добиться, и он говорит, твоя задача в другом, Широбин, тебе не надо добиваться мастерства в каком-то одном аспекте, тебе нужно как раз удерживать вот этот баланс всех возможных движений и работ, да, нигде не нужно добиваться мастерства, потому что добиться мастерства в одном деле, это хорошо, конечно, для заурядного человека, которому еще нужно долго развиваться, это великий прорыв вперед, но гораздо больший прорыв вперед будет то, что мы сможем стать хотя бы частично четырехвардовым и без мастерства в каком-либо, если ты можешь покрасить плохенько, хорошо, то это лучше, чем ты не можешь покрасить вообще, и отсюда получается какая-то проблема, мы не, тут будет один переход, к четырехвардовости будет долгий переход, когда мы будем не такими эффективными, как вот те специалисты, и будет потеря вот той эффективности в обществе в какой-то период, поэтому общество не может позволить себе создание вот таких интегральных персон, интегральных индивидов, оно не может себе позволить экономически, этот переход будет губительным для всего общества, поэтому мать и создала ауровиль, где это можно было бы сделать, этого ауровили можно было бы попробовать добиться вот этой четырехвардовости, и кто-то там у нас, я помню, когда-то я уже даже упоминал, кто-то начал вот этот воркшоп blacksmith, вот этого кузнецов, ковать вот этот металл, и кто-то объявил, я помню, свой воркшоп, когда был Карен Синг, и все наши вот эти ребята сидели там в президиуме, и кто-то объявил, я приглашаю всех на свой воркшоп кузнецов, и Карен Синг сделал такую ремарку, зачем же ковать металл, если у нас есть заводы, которые делают все там великолепно, он даже не понял, что это совершенно не связано с производством металла, это связано с производством человека, то есть ковать металл нужно человеку, чтобы понять что-то о самом себе, а не потому, чтобы сделать там металлические какие-то вещи, речь идет не о производстве, уже вещей, а о производстве сознания человека, для этого был создан муравей. Мы должны вовлечься во все разные активности, стать столером, попробовать как работает дерево, как оно пахнет, как оно гнется, как оно режется, попробовать как там это производится с камнем, как глина работает, как металл, это все для нас, не для металла и глины. Вот этот переход общество не может себе позволить, потому что это потеря ресурсов, потеря времени и неэффективность. Но это нужно будет все равно сделать. Нам нужно будет образоваться в этом смысле. Это интереснейшая мысль, кстати. Это раскрытие способностей всех, которые заложены в нас. Это естественная потребность в этом. Правильно. Сейчас просто человечество движется в этом направлении, каждый для себя открывает что-то. Люди, особенно пенсионеры, любят рисовать, между прочим. Любят петь в хоре или еще что-то. Это с раскрытием психического в какой-то степени это происходит. Именно так. это прям естественная потребность. А у Равиль, конечно, он просто все притягивает все эти энергии, которые способствуют этому. Он был создан для этого, чтобы мог родиться новый человек. И вот этот новый человек, это четырехварновый человек, где он может делать все сам. И не просто делать, а найти себя в этой работе, найти себя в этой кузне, выковать из металла свое понимание себя самого. А с металлом это связано поскольку это является частью этой манифестации. Нам нужно понять какие-то процессы в самом себе. И эти вещи активности помогают нам это сделать. Это и есть собственно карма йога. Более того, я хочу сказать еще одну такую вещь. Плюс к этому это то, что вот этот вот такой непрофессиональный подход к работе, он открывает какие-то новые возможности всегда. Это уже заметили. В большом бизнесе этим пользуется очень хорошо. Есть такой завод, который производит всякие стеклянные вещи, всякие стеклянные там фигуры и так далее. Все из стекла делают. И вот они все время приглашают непрофессионалов поработать стеклом. То есть людей, которые никогда стеклом не работали. Им дают все инструменты, показывают, что нужно делать, технику безопасности, и они сидят и выдумывают, что-то лепят, работают. И вот то, что находят непрофессионалы, это очень ценно, потому что это свежий взгляд сознания. И это воплощается в бизнес потом. И бизнес очень хорошо просветает, потому что профессионалы не видят больше, а у них зашорены эти самые видения, оно у них заужено. А вот непрофессиональное широкое сознание, то есть оно может увидеть, что-то такое, чего профессионал увидеть не может. И в этом смысле это и есть тот самый ключик, почему должен быть четырехварновый человек. Появятся всевозможные формы, я так и думал, что ауравиль так нужно оформить, чтобы вместо того, чтобы ходить по пати, сидеть в барах где-то в пандичере, ауравильцы бы имели возможность что-то создавать, строить дома, делать мебель, там, я не знаю, кузницей какой-то заниматься, еще чем-то, чтобы нам какие-то платья шить, или какие-то там выращивать кукурузу, я не знаю, все что угодно. Все активности можно посвятить самооткрытию, да, все. То есть весь город вот этих вот educational activities, образовательных активностей, где человек мог бы себя образовать через работу, не через знание, через слово, а через активное участие тела и мыслей. То есть вот это было бы интересно, создать такое общество, где человек смог образоваться. И в каждой сфере был бы свой мастер, например, мастер по там, я не знаю, горшкам, потери, глиняным горшкам. Он есть там, он может тебе помочь, если тебе нужно что-то узнать, как это делать. Ты пришел там и начинаешь пробовать. Это очень важно для тебя, не для горшка. Если ты что-то нашел, что-то сделал, все, что ты сделал и нашел, принадлежит обществу. Ты получил знания, общество получило горшки. Вот и вся экономика. Ты получил знания от выращивания там моркови, а морковь пошла в магазин, и все забрали ее, разобрали. А ты получил свое знание и свой опыт, опыт жизненный, самое важное, которое тебя подготовило к открытию самого себя. У тебя есть и морковь теперь, и опыт. А не просто ты вышел с трактором и давай, пошел год за годом, заработал кучу денег, пошел в магазин, накупил водки и все на этом значит. Удовлетворил все свои неспособности. Нам нужно развивать способности к этому смысле. Поэтому четырех важности. Вот то, что говорит Людмила, это очень точно. Люди хотят в хорах петь, рисовать, они ищут все возможные открытия самых себя. Вот что им интересно. Им интересно попробовать себя в разных ипостасях, в разных формах, в разных активностях. И в этом видимо дхарма каждого раскрыть себя вот сегодня. Она стала универсальной эта дхарма, человеческая дхарма, да? Да. Путь к самому себе. Ну так. Это и есть собственно вот этот гуманитарный новый подход, вот то, что мы называем демократия. Да, демократия это не просто демократия, где демос правит. Это то, что человек обрел свое какое-то новое качество вневарновое. Он не просто является как бы винтиком и шпунтиком этого механизма, а он является самодостаточной личностью, которая должна развиться. И вот это уважение к личности очень важная вещь, которая собственно и порождается сейчас в мире, против которой собственно тоже восстают силы, которые хотят удержать человека в какой-то неопределенности, незаконченности. Да, очень хорошо. Ну ладно, друзья, тогда ух, мы уже я извиняюсь, я уже переборщил два часа мы с вами больше двух часов. Тема очень интересная, актуальная для каждого я думаю. Да, конечно, четырех важность. Да, это уникальная тема, здесь действительно только касаешься ее, и вот эти четыре варны уже закончат, это как раз есть те четыре силы Матери, да, это вот Магешвари, Магакали, Магалакшми, Магасарасвати, вот они четыре силы души психического существа, которые явят все качества души, вот они четыре варны, и их нужно реализовать, а как их реализовать? Через активности, через жизнь, в жизни, а не просто в каком-то ментальном знании. Ну, хорошо, на этом мы закончим, я закрываю мантры. Ом Сарве Бхаванту Сукхинаха Сарве Санту Нирамая Сарве Бхадрани Пашянту Макашчет Дух Кабхат Бхавет Ом Шанти 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 Ну, друзья, тогда до следующей встречи, всего доброго. Макашчет 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 Уб Хадрани